Я вам помогу, предлагаю, чтобы вы мне помогли. Так я вам помогаю. Понимаете, у нас такого никогда не было. Никогда не было, но произошло. Нагрудный видеорегистратор инспектора ДПС из Ордатова зафиксировал интересный диалог жительницы соседнего региона. Запись теперь ляжет в основу уголовного дела. 1 октября в 19.48 в селевая Ордатовского района при надзоре за дорожным движением из Петлорайной госавтоинспекции ВДП Республики Мордовия был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21102, за рулем которого находился 50-летний житель Чувашской республики. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Алкотестер показал превышение недопустимого значения алкоголя в крови. Жена водителя решила посодействовать ему, но лишь усугубила ситуацию. Подойдя к одному из сотрудников ГИБДД, она не намеками, а прямо предложила заплатить за непривлечение ее мужа, к ответственности за пьяную езду. Переведу 50 тысяч, если вы хотите. Я не хочу. Это уголовно ответственность за дачу взятки. Что вы предлагаете мне? Я понимаю, что человек никогда не был пьяный за рулем. Вот сегодня так получилось. Ну, пожалуйста, ну поймите, я вам сейчас переведу. Ну, пожалуйста. И вас очень... Хорошо, не надо ничего переводить. Не надо заводить. Ну, не надо. Инспектор ДПС сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть полиции. В данной факте документировали сотрудники следственно-оперативной группы. Собранные материалы будут переданы в Следственное управление Следственного комитета России по Республике Мордовия для дальнейшего установления обстоятельств. В отношении автовладельца составлен протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации управления транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения. В Саранске тем временем следователи по расследованию особо важных дел регионального следкома завершили расследование дела последнего участника похоронной мафии, информатора ритуального агентства «Ритуал-сервис» из госструктуры, теперь подсудимый. Как установили правоохранители, эксперт бюро судебно-медицинская экспертиза Михаил Таганов продавал сведения, которыми располагал по долгу службы. Он делился адресами свежих покойников. За каждое подобное сообщение он получал от 2 до 3 тысяч рублей путем перевода на банковскую карту. Всего таким образом им было сообщено о смерти более 200 человек, за что было получено взяток на общую сумму более 600 тысяч рублей. Бизнес на костях Таганова процветал с августа 2019 по октябрь 2022 года, хоть суммы взяток были небольшими. Но времена пандемии помогли судмедэксперту заработать крупную сумму. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Второго информатора этой похоронной мафии Ивана Ершова, который на тот момент работал в участковом полиции и также сливал закрытую информацию за денежное вознаграждение, судили в начале августа. Наказанием для него стали три года условного лишения свободы. Кстати, взаимовыгодное сотрудничество 50-летний судмедэксперт, как выяснили правоохранители, заключил ни с одним похоронным агентством «Ритуал-сервис». Но ни один из ритуальщиков не будет отвечать за дачу взятки. Уголовные дела в отношении них прекращены в связи с деятельным раскаянием. Виновность Таганова теперь решит суд. В ходе следствия вину в совершении инкриминированных деяний обвиняемый признал полностью. В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на легковой автомобиль фигуранта. Анастасия Семшева, программа «Происшествие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова